Возведи очи твои, оторви их от проблемы, оторви их от того, что ты видишь. Начни мечтать, начни видеть конкретику, начни видеть то, что невозможно. Абрам увидел то, что было невозможно. Ты должен знать, ты один такой на земле в истории этой планеты. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот и настал рассвет. Рассвет приходит, когда мы попадаем под лучи Божьего Слова. Божье Слово, оно просвещает человека. И вы знаете, друзья, сегодня, возможно, твоя жизнь, она в какой-то сфере покрыта тьмой. Дьявол, он атакует тебя. Тебе нужен выход. Господь сегодня делает свои дела, друзья. И нужно стать под поток Его Слова. Нужно стать под Его луч. Луч света, которым Он светит. Солнце правды всходит. И ты должен понять. В лучах этого восходящего солнца скрыто твое исцеление. Исцеление твоей души, исцеление твоего тела. И, возможно, исцеление каких-то темных уголков, в которых много боли. Господь хочет подойти к тебе и взять и забрать эту боль. Я верю просто, что саммит – это время, и не просто знаний. Это время, когда будет работать Святой Дух. Когда Он будет подходить, и Он будет забирать боль. Он будет исцелять. Вы знаете, я думаю, когда Иисус говорил о том человеке, Луки 10.30, один человек шел из Иерусалима в Иерихон. И он попался разбойником. Они побили его. Они забрали его одежду, все, что у него было, и бросили его в яме, во враге. Он просто лежал там и умирал. И вот по случаю шел священник, увидев его, он прошел мимо. Левит тоже. Но шел самарян, некто, написано, и остановился, и он взял его. И, возливая ему масло и вино, на его раны он буквально взял и отвез его в отель, в гостиницу. И мы понимаем сегодня, что это значит. Что сегодня сам Христос показывает, как Он служит нам. Как Он служит нам. Из Иерусалима в Иерихон. Из места Божьего присутствия человек ушел и пошел в Иерихон прообраз мира. Туда, где мир. Это религиозный, может, мир. Или мирской мир. Не имеет значения. Религиозный хуже, чем мирской. И сегодня я хочу сказать тебе, мой друг, ты должен знать, что на самом деле происходит с тобой. Сегодня ты должен знать, что происходит с твоей жизнью. Если ты смотришь сейчас в сторону Иерихона, если ты смотришь в сторону мира, если ты смотришь и зависишь от каких-то людей, от каких-то религиозных деятелей, от каких-то религиозных лидеров, от каких-то друзей, ты зависим от кого-то в деньгах. Послушай, я хочу тебе сказать, разбей эти оковы. Ты должен понять, что доверие Богу, это в самом деле важно, это в самом деле ценно. Вот сегодня момент, когда ты должен вырваться из заурядности, вырваться из вот этой тины, из этого болота, в котором часто мы застряем, и кто-то не дает нам, кто-то не дает нам прорваться, прорваться туда, где Бог. Сегодня, приложив все усилия, прорвись туда, где Бог. Прорвись. Саммит – это там, где Бог. Бизнес-конференция – это там, где Бог. Когда мы говорим об этом, мы должны понимать в самом деле, что происходит. Что же происходит? Когда ты хочешь туда попасть, бесы хотят тебя удержать. Бесы хотят тебя буквально уговорить. Бесы хотят тебя убедить, что тебе не нужно там быть, что ты не должен так сильно к этому готовиться. Они хотят тебя обмануть, они хотят украсть тебя, потому что они воры. Послушай, будут восставать на тебя обстоятельства, будут восставать на тебя финансовая ситуация, будут восставать на тебя близкие и родные, будут восставать на тебя разного рода люди. вырвись и прорвись туда где бог на саммите всегда бог творит великие чудеса величайшие чудеса люди говорят о них меняется жизнь люди говорят о том что все в их жизни стало по-другому и по молитве апостолу пастора виточки это было на саммите просто разрушилась проклятие на раху и мое желание служить Бог оно исполнилось на самом первом саммите я получила освобождение от духа онкологии разрушение всех ходовых инновидионных проклятий колодовства и я жила я счастлива я успешна и я снова в служении и я славлю моего Бога послушай я в курсе что такое прорваться туда где Бог ищите этого всем своим сердцем там где дух святой там свобода там где дух божий там свобода помазание сегодня льется рекой сегодня сила божья я знаю что саммит это время назначенное Богом для тебя там уже прописано каждая минута даже секунда когда дух святой коснется тебя что он с тобой сделает конкретно от чего он тебя избавит чем он тебя наградит конкретно что он сделает для твоей жизни все это уже прописано ты должен прорваться на это место место встречи изменить нельзя вот и все это нужно знать ты не можешь Богу назначать встречу Бог назначает встречу тебе ты не можешь Богу указывать где будет эта встреча Бог назначает тебе место ты не можешь говорить когда это будет потому что Бог говорит когда ты должен знать что сегодня Бог назначил время на саммите и саммит это не просто человеческое мероприятие саммит это время когда будет много 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 божественного благословения роздано людям потому что это время когда каждый раз Господь это делает но в этот раз будет что-то особенное потому что мы готовимся мы делаем что-то итак я говорю сегодня к тем кто должен прорваться прорваться запомни есть бывают моменты когда ты хочешь чего-то достигнуть но буквально так какие-то бесы тебя держат они удерживают тебя они усыпляют тебя они тормозят тебя они посылают сомнения тебе ты должен всегда уметь с этим разобраться это время борьбы это время борьбы я бы никогда не пошел на встречу с Богом неподготовленным друзья я скажу вам один секрет в этой передаче послушайте есть моменты написано дух святой 4 глава луки 1 стих дух святой повел иисуса в пустыню для искушения от дьявола смотрите дух святой сюда в начале никаких решений никогда нельзя принимать без него наоборот первое что вы должны сейчас сделать попросить духа святого ты веди меня может быть это пустыня у меня до сам это будет может это борьба будет но знаете что искушение даже туда может дух святой тебя завести но если тебя повел дух святой в искушение а не ты сам туда пошел то я тебе хочу сказать одну вещь если дух святой повел тебя туда то дух святой и даст тебе победу написано иисус вышел из пустыни силе и в духе о дорогие и в духе вы знаете говорится о человеческом духе и говорится и о личности духа святого вы знаете вы можете по-разному на это посмотреть но дух человека формируется в испытаниях дух человека формируется в том когда он должен дойти до конца самое главное когда Дух Святой тебя повел в это. Вот поэтому первое всегда сейчас, ни в коем случае не иди туда, куда ты не должен идти. Я говорю тебе, ты должен идти туда, где тебя ждет Бог. Ты должен идти туда, где Дух Святой уже стоит и ожидает тебя со своими дарами и со своими ответами. Он стоит со скальперем, которым он хочет просто взять и убрать. Может быть, какую-то рану, взять ее, пролечить, взять и сделать перевязку, взять и сделать что-то, вырезать какую-то опухоль и выкинуть ее, какую-то метастазу духовную выбросить, которая не дает тебе жизнь. Я тебе хочу сказать, Господь на саммите, слушайте внимательно, будет закладывать серьезные вещи. Он будет закладывать фундамент, такие, знаешь, ложить сваи, балки такие конкретно, вкладывать вовнутрь тебя. И эти конкретные сваи, они будут называться. Я знаю, что во Христе Иисусе я победитель. Я знаю, что во Христе Иисусе я процветающий. Я знаю, что во Христе Иисусе я новое творение. И знаешь, как будто бы Господь уберет старое, где было сказано, я знаю, что я поражен, я знаю, что у меня не получится, я знаю и сомневаюсь, поэтому не иду вперед. Послушай, все это уйдет, и у тебя появится уверенность. Я иду твердо, потому что 100% все будет хорошо. Я знаю, что даже если я ошибся, Господь, Он использует эту ошибку, чтобы поднять меня еще выше. Господь использует какие-то моменты, чтобы дать мне еще больше. Я хочу научиться жить в радости, я хочу научиться жить в победе. Я устал бояться потерять радость, я устал бояться переживать, потерять мир. Я не хочу этого, я хочу жить в радости, я хочу жить в победе. Боже, научи меня, Боже, научи меня ходить в радости, Боже, научи меня говорить хорошие слова. Боже, научи меня, если я сказал плохие слова, что мне с этим делать, как мне уйти от этого. Научи меня, Господь, чтобы я умел забывать задние, простираться вперед Чтобы я умел омываться кровью Иисуса Омывать свое мышление, омывать свой дух Вплоть до омовения в духовном мире всяких обстоятельств Которых я не хотел, но которые я создал Я не хочу этого, Господь мой Поэтому просто сотвори чудо Как будто бы этого не было, как будто бы этого не было Вот твоя молитва И ты смотришь, Дух Святой начинает тебя учить Потому что жить в радости все время Ты знаешь, это и есть наше призвание Он говорит, радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь Аллилуйя Радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь Почему радуйтесь? Радуйтесь, утешайтесь Богом Бог все будет делать Посмотри, когда ты радуешься, ты как будто бы притягиваешь к себе благословение Я объясню Когда ты радуешься, обстоятельства еще плохие Но они начинают выстраиваться под твою радость Они начинают подтягиваться под твою радость Когда ты радуешься, послушай, что происходит с тобой? Ты начинаешь заявлять, что ты благословенный еще до того, как что-либо изменилось в физическом мире. Поэтому что с тобой, мой друг? Ты видишь, что в твоей жизни начинают происходить хорошие события, потому что радоваться ты начал еще при плохих событиях, понимаете? Писание говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Мир Божий, который превыше всякого ума. То есть ум, он диктует тебе тревогу, ум говорит тебе о проблемах, ум приносит тебе страх, потому что ты думаешь, Боже мой, что там будет, я не знаю. Ум, но мир Божий, он превыше всякого ума, всяких помышлений суетных, всякого помышления страха, помышления тревоги, ожидания негатива. Мир Божий, он превыше всякого ума. И ты должен знать, что раз он превыше всякого ума, это твоя победа. То есть я хочу жить в этом мире, я хочу научиться жить в мире, я хочу... И знаешь, ты просто утешаешься Богом, просто научиться этому. Друзья, мы будем учиться этому на саммите, мы будем учиться этому на бизнес-конференции, мы будем смотреть на себя, как на бизнесменов, мы будем смотреть на себя, как на людей, которые не на веслах, а на парусах, которые не на ногах, а на крыльях летят. Боже мой, сегодня это время. Дух Святой, Он движется с тобой, когда ты живешь верой, а не делами. Когда ты живешь верой, ты вообще простираешься туда, в запретное, в неведомое, в то, которое вообще буквально рисковое. Ты не можешь, это прыжок с обрыва, понимаешь? И ты летишь, ты паришь, и вот ты радуешься. Вера – это то, где происходит сотворение новых обстоятельств в твоей жизни, сотворение новой жизни, сотворение новых условий, сотворение новых чувств, сотворение новых эмоций, сотворение нового общения с кем-то, сотворение абсолютно новых моментов душевных. Послушайте, все это вера. Нам нужно научиться верить. Верить нужно знать основы. Основа. Вера без слова не бывает. Слово – это определенная мысль, это определенное понимание. Вот что такое слово. И ты берешь это слово, которое там будет даваться на саммите, и ты его закладываешь. Вот у тебя и появилась вера. Ты веришь в то, что у тебя будет вот это. Ты веришь, что я процветающе. Почему? Бог уже дал мне процветание. И оно сейчас придет. Я высвобождаю своей жертвой буквально, да, семя веры. И процветание приходит. Бог начинает творить чудеса. И твоя вера в это, она укрепляется, утверждается. Ты говоришь, ранами его я исцелен, ранами Иисуса я исцелен. То есть сегодня все мои болезни, они были помещены на кресте в Иисуса Христа. Он ими болел. Это не агрегорически, по-настоящему. Он взял на себя мои немощи и понес мои болезни. Он взял на себя мои грехи. Поэтому как я могу отвечать за грех, если за него ответил Иисус? Как я могу сегодня рассчитывать вообще, что от моего хорошего поведения произойдет что-то? Нет. Я знаю, что это благодать Божья действует. Она действует так, чтобы я получал противоестественное тому, что должен получить, что я заслужил, противоположное тому, что должно быть в моей жизни. Вот что такое благодать. Я рассчитываю на благодать. Я не рассчитываю на свои дела. Я рассчитываю не на себя и на то, что я достигну, а на то, что в Иисусе Христе есть решение для меня. И это решение его, почему он так решил, это его дело. Он так решил и принес благодать. То есть сегодня начинай думать в эту сторону. Благодать, это значит в моей жизни, я, к примеру, неправильно поступал в чем-то. Прости меня, Господь, аминь. Да. Я несовершенный. Да, аминь. Но я хочу рассчитывать конкретно, что ты дашь мне. И вот та нужда, которая у тебя есть, в этом благодать высвобождается. Ты видишь путь. Я знаю, что на саммите ты научишься высвобождать помазание, высвобождать благословение. Вы должны жить помазанной жизнью. Вы знаете, что есть мысли? Есть мысли человеческие. Есть мысли плотские, ну, человеческие, да, духовные. Есть мысли дьявольские. А есть мысли от Бога. А есть еще мысли помазанные. Есть как помазанные мысли. Какая-то мысль, она помазана. Только ты и думаешь, и помазание приходит. Только ты и думаешь, и сила приходит. Только ты начал так думать и делать, и деньги пришли Только ты начал так мыслить, и сразу же моментально отношение к тебе изменилось Только ты начал вот эту мысль буквально прокручивать в своей голове И сразу же моментально все обстоятельства, они повернулись к тебе То есть все отлично Почему так происходит? Ты понимаешь, что есть все это Ты можешь жить, и ты даже не знаешь, что есть помазанные мысли И живешь в страхе Страх это бесовское помазание Ай-яй-яй, он всегда в страх притягивает обстоятельства, которые порождают еще больше страх Когда у тебя вот предчувствие, предвкушение, поражение Понимаешь, вот это предвкушение, поражение Я на самом деле буду учить, как поменять его на предвкушение победы Когда ты будешь рисовать образ того, и подумаешь, ну что я боюсь, ну я боюсь, что будет вот так Ты берешь и рисуешь образ того, как бы ты хотел То есть противоположный тому, это есть благодать Противоположный тому, чего ты боишься И ты говоришь, вот я хочу сегодня Не бояться вот этого, я хочу сегодня Я верю, что у меня будет все вот так Да, так не должно быть, но я так хочу Да, этого не бывает, но я так хочу Да, этого не может быть, но я так хочу Да, я понимаю, что вообще это никак не может произойти Но я так хочу И вот моя вера в благодать Благодать это действие, которое никак не логически, не психологически, оно не соответствует тому, что должно быть Поэтому мы будем уметь менять предвкушение, поражение на предвкушение победы Поэтому я начинаю чувствовать себя Вау, вот-вот, как, знаешь, как будто вот это произойдет Предвкушение такое чувство трепета, радости Вот-вот-вот-вот-вот, знаете, как вот на свадьбу, жених ей или невеста на свадьбе Она ждет того момента, когда вот, они пойдут к алтарю Вау, вот это вот то же самое Ты предвкушаешь, что, Господи, а все будет просто, потому что ты меня любишь Поэтому ты возьмешь и вступишься за меня Возьмешь и накажешь грешников Да, нельзя так говорить Можно говорить Прекратите врать сами себе Можно говорить Апостол Павел говорит Александр Медник много сделал мне зла Да воздаст ему Господь по делам его В Фессалоникийцам написано, говорится Праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью А вам отрадую Вот представляете себе, все это в Библии есть Иисус говорил на фарисеях Говорит, вы, дети дьявола, ваш отец дьявол И вы хотите исполнять похоть отца вашего В 23 главе Матфея Иисус говорит Да придет на вас вся кровь, правильно, от крови Авеля, до крови Захария Которого вы убили между храмом и жертвенником Вы гробы окрашены, полные кости злобонных Знаете что, послушайте Все это есть, поэтому мы люди Мы бывает, просто говорим Господи, мы доверяем тебе этих всех врагов своих и так далее Мы всегда должны думать не о них Мы всегда будем на самом деле учиться думать не о врагах А думать о, наоборот, друзьях, которые у нас есть Думать не о том, чтобы там врагам было плохо Мы должны точно знать, что им будет плохо Поверьте И это сто процентов, потому что если они поступили неправильно с вами Бог пусть с ними разберется И он разберется, потому что его слово верно Но думать нужно о том, как Бог тебя поднимает Видеть эти высоты, видеть эту благодать, радоваться Короче говоря, одним словом Всегда радуйтесь Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь Всегда благодарите Благодарение, мы будем учиться этому на саммите Благодарение, оно высвобождает чудеса Иисус поблагодарил Отца, говорит Я благодарю тебя, что ты меня услышал И воскресил Лазаря Каждый раз, когда ты благодаришь Благодарение, это предтеча чудес Я благословляю тебя Если ты еще на данный момент даже не понял Что Бог тебя призывает Я говорю тебе Сейчас я говорю, потому что это важно Время подготовки пришло Ты должен на саммит прийти Не просто так, знаешь, что я пришел, пожалуйста Покажи мне фокус Нет, ты должен прийти на саммит На самом деле подготовленным Ты должен сделать определенные какие-то шаги Послужить людям Помочь кому-то стать партнером Кому-то зарегистрироваться Кому-то оплатить этот саммит И бизнес-конференцию Буквально тонувших спасти Мне одна женщина написала И она написала мне такие вещи У меня там, я партнер, у меня проблемы И вот она мне пишет У меня столько проблем На меня навалились кредиторы На меня навалились какие-то обстоятельства У меня сломалась машина Кто-то попал в аварию еще У меня с сыном проблема Со мной со здоровьем проблема Там в больнице нужны деньги Я говорю, все, я раздавлено, разрушено Помогите мне деньгами Пишет Вы знаете, я почувствовал в духе Что я должен ей ответить И ответить ей правду Я сказал, послушайте Вы должны вопреки всему Верить вопреки Вопреки Иначе действовать как победитель Потому что вам не поможет Какая-то сумма денег Если у вас все обстоятельства горят Вам нужен Бог Который придет и все решит А для этого вам нужно взять И вопреки всему Верой принести жертву Верой начать служить Богу Верой делать то, чего дьявол от вас не ожидает Я прошу вас Разочаруйте дьявола Я прошу вас Разочаруйте бесов Которые просто создавали эти обстоятельства Пусть они не добьются своего А вы в свою очередь Порадуйте Бога Потому что это ваша возможность В этих обстоятельствах Показать настоящую веру И я знаю, что когда люди в таких обстоятельствах Приносят жертву Приходит Бог А когда приходит Бог Меняется все Не только финансовая ситуация Все меняется Приходит исцеление Просветание Благословение Радость Поэтому вот ваша жизнь Дорогие друзья Я благословляю вас Сегодня Что бы в твоей жизни ни было Саммит это твое время И я говорю тебе Ни в коем случае Вот знаешь Не тяни Ты должен зарегистрироваться на саммит Знаешь как Вот ты услышал слово Пошел и зарегистрировался Саммит Бизнес-конференция Это одно и то же Пошел и зарегистрировался Без всяких разговоров Не нужно делать так Что ты для Бога что-то делаешь В последнюю очередь Это как десятина Она отрезается первая Если ты не отрезал десятину первой А сначала потратил деньги А потом оставил десятину Я скажу Это уже не десятина Ты не понимаешь смысла десятины Десятина это то Что первые плоды То есть первое Партнерские Это первая Понимаешь Десятина То есть принесите десятины И приношения То есть приношения партнерские Точно так Когда мы за саммит Платим Регистрируемся Бизнес-конференция Жертва Это все сразу делается В первую очередь А свое все отодвигается Самые важные дела Которые только у тебя есть Отодвинь их Вот это есть Правильная подготовка Это есть жертва Когда ты делаешь так Еще задолго до саммита Ты уже прокладываешь путь Приготовьте путь Господу Прямыми сделай эстезию То есть действуйте в духе Дух Святой Он будет нарушать твой порядок Он будет нарушать твой порядок Но он будет создавать свой порядок Пусть Бог тебя благословит Я хочу, чтобы после этой передачи Ты сразу же пошел и зарегистрировался Сразу же начал действовать Сегодня же, чтобы ты взял Сделал какие-то звонки Поговорил с Духом Святым Чтобы Дух начал тебя вести в этом Чтобы ты увидел Божью славу Я прошу тебя, пожалуйста Следуй за Духом Святым Господь поможет тебе Я благословляю тебя Вы знаете, я сегодня говорю вам, друзья Коснитесь людей Коснитесь людей Помилуйте их Дайте им креститься в Слово Дайте им креститься в новую жизнь Помилуйте людей Дайте им возможность Привязаться к Богу Стать партнерами Дайте им возможность Какому-то тонущему Протяните руку Да заплатите за него Пусть человек увидит Божью славу Пусть в вас он увидит Свет Иисуса Христа Заботу и любовь Проявите это Пусть на вас сойдет благодать Божья Когда вы будете жертвовать Это больше, чем жертва Во что вы сеете Вот этот внутренний момент Вот это Жертва жертв Вот это самое важное Чтобы вы сеяли Конкретно Вы можете сеять во что-то свое Вы сеете в то, чтобы Люди спасались Вы сеете в то, чтобы Слава Божья явилась Чтобы больные исцелялись Чтобы сегодня чудеса были Чтобы Бог защитил церковь Защитил миссию Защитил пастора Защитил виточку Защитил О Боже, ты начинаешь думать не о себе А что с тобой произойдет Господь, Он даст ответ На те нужды О которых ты не молился Я благословляю вас, друзья Мир Божий да пребудет с вами И прямо сейчас Начинайте действовать Я говорю вам слово Восвобождаю его Сегодня Начинай действовать Сегодня Пусть святой Героцентный святой Идет тебя Сегодня Коснитесь людей Сегодня Коснитесь, чтобы сделать Партнерами Коснитесь, чтобы сегодня Разрушились проклятия Коснитесь людей Сегодня Начни Готовить Жертву Первый день Вот сейчас Да будет свет Пусть это слово Просветит тебя Я благословляю тебя Иди по слову И будь послушен Благословляй тебя, мой друг Аминь